Давайте немножко поделимся друг с другом, что мы изучали в прошлый раз. Какая здесь была тема? Да. Она указывает тема. У нас были, мы учили про праздники. Да. Какие плохие, которые... Мы учили, да, которые в Старом Завете, в Новом Завете, и сколько их есть, и как они называются. Молодец, хорошая память. Да, у нас была тема такая, помните, вот праздновать или не праздновать, вот в чем вопрос. Какие праздники следует праздновать христианам? Знаете, вот я намеренно брал из позитива, да, потому что у нас в жизни много запретов. Вот это нельзя, тут нельзя, там, тут нельзя. А вот мне все-таки нравится, когда мы сходим с позиции позитивной, то есть а что можно? И вот часто, знаете, как даже с детьми бывает, что мы запрещаем детям, там, это нельзя, то нельзя, вопрос, ну а что можно вообще? И вот мы больше говорили о том, что можно, какой подход должен быть у христиан, вот. Кто мог бы поделиться вот такие тезисы, как, что Бог ожидает от нас, вот какой у нас должен быть подход к празднованию или участию в праздниках? Вот такой момент. Что мы читали? Какой может быть подход? Давайте сразу узнать, что приятно Господу. В общем, я сегодня занимаюсь от этого Богу приятно. Ого, от нас. Кто еще хотел поделиться? Я помню, что на библейской основе должны быть праздники. Ну, то есть, скажем, которые бы с одобрения, да, были как бы, ну, потому что есть праздники все-таки не, как сказать, есть праздники, которые не совсем еврейские, как бы, да, вот, ну, есть такие. Но, с другой стороны, с точки зрения Библии, как бы, правильные праздники или не противоречат ли они? Да. Смотрите, вот у нас такой вот целый список вопросов. Смотрите, вот вы помните брать Ефесянам 5 глава 1.8 и Ефесянам 5.1.8, 10, 11, 17. Да, вот смотрите, целый ряд тезисов. А Павел говорит, подражайте Богу, потому что вы были дети, да. То есть, например, я Богу подражаю, почему? Потому что я Божий ребенок, да. О, убрали. Потом, например, живите, как дети света, да. То есть, я делаю что-то не потому, что мне запрещают это просто делать, а потому что я это делаю, потому что я дитю света, да. То есть, я должен поступать, как ребенок света. Вот, например, тоже, вот, если ребенок вырос в каких-то благородной какой-то семье, да, например, то, ну, как-то, как-то даже считается правилом плохого тона, когда этот ребенок себя ведет как-то неподобающим образом, например, да. Ну, то есть, вот такая... Вот, так и мы, например, если мы дети Божьи, если мы... Сейчас, секундочку, я не хочу повредить. Я, наверное, выключу, я все. Вот. Потом, смотрите, вот еще такой, старайтесь сразу знать, что приятного Господа, да, вот, то, что Иоаннечка сказала. Потом, смотрите, единственное, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Тоже хороший такой принцип, который Павел предлагает. Потом, смотрите, что еще у нас тут есть. Поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Держите временем, не будьте легкомысленны. Старайтесь понять, в чем заключается воля Божьей. Вот это, в принципе, и об этом у нас была речь. Мы об этом говорили в прошлый раз. Думаю, такие хорошие напоминания. Я просто Павел вам поставил. Хорошо, друзья, давайте сейчас перейдем вот к следующему вопросу. Это вот в контексте Жизнь Церкви, да. Мы сегодня вообще поговорим о поклонении. Вообще тема, она вообще знакомая, поклонение? Кто-то об этом что-то слышал? Тема поклонения. Ну, даже, знаете, поклонение, как образ жизни там. Каких поклонников ищет себе Бог? Вот вообще, такая интересная тема, как вы думаете? Интересная. Интересная, я думаю. Хорошо, вообще, вот если взять, например, вообще вопрос поклонения. Что такое поклонение у вас? Как вы понимаете это понятие? Вот Ирина, Василий, пожалуйста, Виталий. Можете смело включаться в процесс. Нас немного, так что мы можем общаться. Что такое поклонение? Поклонение – это, как бы, превозношение Господа Творца. Вот, как бы, все время Его славить, хвалить. Все для Него, понимать, кто Он, Его значение в создании Вселенной. И в создании всего, как написано, Господня Земля и все, что наполняет ее Вселенной и человеки. Вот, и из-за этого, как бы, происходит и страх Господень, вот, чтобы бояться Господа. То есть, все время, как бы, стараться держать себя в рамках. То есть, что есть Творец, и, как бы, поклоняемся, боимся и почитаем Господа. Вот, как бы. Вот так. Кстати, вот, немножко ремарочку скажу, почему я взял тему поклонения. Можно сказать, Сергей, а что такая тема тут, ба-бах, праздники, поклонения. Вообще, у меня была изначально такая мысль, это немножко поговорить о чем музыке. Какую музыку следует слушать детям Божьим? Вот, интересное дело, да, потому что, вот я, например, когда пришел в Боба, я покаянся, я очень много времени продолжал слушать тяжелую музыку. Там, Нирвана, Ганзес, Розес, там, Металлика. Ну, мне нравились такие тяжелые произведения, да. Какие тяжелые ритмы, ритмы. И, то есть, будучи уже христианином, я продолжал это все слушать. То есть, я его слушал до покаяния, я слушал после покаяния. Я даже, как бы, не мог, вот такой был... Ну, а я слышал там, ребята, какие-то там музыку христианскую слушают. Думаю, ну, ладно, они там христианскую слушают, а я слушаю это, ну, какая разница, да. И вот интересно, и, кстати, вот Ирине, когда я рассказывал даже, что вот Нирвана, это вообще была моя любимая группа, как бы, я там, прямо в 90-е годы еще, знаете, ух, там была весь. Металлика там, особенно баллады, мы там о гитаре эти баллады там пытались, там, играть. Вот, но со временем, как бы, я вообще задался вопросом, а вообще приемлемо ли христианину слушать мирские песни, как бы, не христианские. И вообще, я об этом хотел вообще даже поговорить. Но я потом подумал, что смысл говорить музыке, если мы не разобрали понятие поклонения. Потому что, как оказывается, музыка и поклонение, это вообще рядом стоящие вещи. Они вообще стоят рядом. То есть, музыка, это форма поклонения. То есть, это не просто, знаете, для поднятия настроения, там, музыку тут послушал, там, ропачок какой-то. Ну, ничего же с Матиками. Главное, что весело, хорошие люди, в принципе. А вот музыка и поклонение, это вообще вот стоящие рядом вещи. И вот я думаю, что, наверное, будет правильно заложить основу сначала, что такое поклонение. А потом уже форма поклонения, это уже, как бы, музыка, вот это форма поклонения. Так вот, вот, потому музыку, про музыку мы, наверное, поговорим в следующий раз. Я думаю, что про музыку мы будем говорить, но в следующий раз, я думаю, это будет интересная тоже тема. Потому что, может быть, спорный вопрос, типа, ну и что? Чего ты должен там музыку выбирать, какой слушать? Мне нравится стизма, мне вот, как это, хорошо заботится. Я теперь говорю, я сейчас не знаю, молодой дыр. Вот. Ну, это мы в следующий раз, а вот сегодня мы все-таки о поклонении поговорим. Может быть, еще какие-то идеи есть про поклонение? Может быть, еще что-то, как вот вы понимаете, что такое поклонение? Да, Данечка, пожалуйста. Ну, я просто, вот, хорошо поклоняться, когда более-менее в жизни все окей. А ты попробуй поклоняться, когда не все окей. Когда, ну вот, я просто, вот, сейчас мне очень сложно это делать, потому что я реально давно так себя не чувствовала, что... Я, наверное, никогда в жизни так не работала, как сейчас. Я просто очень устаю, потому что за маму, за папу, и еще должна быть счастливой. И вообще, там, и дома прибираться, и все делать. У меня столько часов в сутки не хватает. Я должна Бога благодарить за то, что вот я вообще жива, потому что у меня еще и был ребенок, родители. Все хорошее видеть. Как я себя чувствую, вот, как бы я как-то должна, ну, не знаю. То есть, вот в этом случае тоже надо поклоняться. Я это понимаю, но у меня, на меня не хватает. Вот, как бы, такой момент. Потому что это хорошо, когда у тебя есть муж или жена, или там, а если ты один, а если твои родители там и там, и туда даже сейчас не приехать, и никуда ни с кем не сходить. Ну, то есть, как бы, все так обостряется, что ты реально тут один, и ты вот как хочешь, так и выживай. Вот это вот, ну, меня больше всего, потому что мне мужчины просто не хватает. Мне просто нужен какой-то, даже друг какой-то был, чтобы он постоянно был рядом, там, в болтик прикрутить, или что-то, ну, хотя бы какая-то просто чисто физическая мужская помощь. Вот. Вот, ну, мне сложно вот без мужчин очень. Я не подписывалась на то, что я буду мужиком. Я вообще так не хочу жить, и я нужна, я понимаю, что я нужна Бога благодарить, но у меня вот в силах хватает на пациенте. Ну, хорошо, спасибо большое, Анечка, что поделилась. Еще, друзья, да. Ну, то есть, в каком-то смысле, видите, вот Аня рассказала, ну, свою историю, да, вот, например. И, в принципе, да, ну, то есть, иногда есть такое понятие, что надо поклоняться, когда все классно у тебя. Классно, там, качаем, поклоняемся, но когда не классно, ну, типа, уже все. Ну, например, мне иногда, когда не поклоняемся. Мы об этом поговорили, то есть. Когда было плохо. Хотя, видите, если взять, например, ветки за веток, посмотреть и практику жизни, в своей жизни, то у меня как раз поклонение происходит тогда классно, когда мне очень плохо. То есть, почему? Потому что оно очень глубоко. Да, оно проникает как бы внутри, ты как бы вот этот крик души, и ты ему выражаешь поклонение. И поклонение, кстати, оно не всегда получается на пике радости. Поклонение бывает также и в печали, и в грусти, но ты как бы Богу все это отдаешь. Ну, мы об этом сейчас поговорим. Сейчас мы, вот как вот классно, кстати, что мы собрались, это надо об этом поговорить. Еще, друзья, какие-то мысли? Или я могу попробовать свое предложить определение поклонения? Я могу сказать, что поклонение для меня это как бы выражение, почитание Бога мной, что я его. Почему нужно поклоняться каждый день? Как бы каждый день надо себе напоминать самому, что вот он Бог, это как бы поставить Бога на его место, а себя на свое место. И воля Бога, чтобы мы поклонялись. Отлично, спасибо большое. Кстати, хочу сказать еще такую мысль, что человек по природе, он поклонник. Чего-то, да? Да. То есть, если я не поклоняюсь Богу, я буду поклоняться себе, какому-то предмету, какой-то идее, какой-то... То есть, я все равно буду поклоняться. То есть, моя природа, она меня толкает на поклонение ей. Мне кажется, еще поклонение, это как бы предпочтение чему-то, да? Я люблю что-то, да? То, что мне нравится, это называется как бы поклонение. Как бы как синоним, да? Да, да, да. Просто могу назвать. Я хотел бы добавить немного. Вот само слово поклонение, правильно? Поклон, получается. Мне пришло только, что как бы поклонить голову, вот в этих восточных странах, вот мы видим фильмы и так далее, вот японцы все время или китайцы нагибаются. Это как бы уважение демонстрируется, как бы я уважаю того человека, кому преклоняюсь. То есть, в данном случае поклонение Богу, это еще и уважение, почитание, вот прославление. Да, да, конечно. Вот смотрите, хочу предложить определение, которое я попробовал его как бы составить. Это я не видел, я не нашел, пытался как бы сам сформулировать, но и больше получилось. Поклонение это личное или общественное, то есть бывает поклонение личное, бывает общественное, или, как говорят, культ поклонения, да, культ поклонения. А почитание объекта поклонения, то есть есть некий объект, которому я поклоняюсь, да, это культ личности, это может быть идеология. В христианстве Бог Троица, да, то есть и выражается во внутренней мысленной концентрации на объекте и во внешнем служении ритуальным. То есть, если обычно, как это происходит, это не просто состояние моего тела, да, я там на колени упал, а я внутренне сосредотачиваюсь на объекте поклонения. Я об этом думаю, я об этом размышляю, я за это даже готов платить, почему бы и нет. И вот часто объект поклонения, вот как вообще вот проверить, например, кто мой объект поклонения, это вот когда я утром встаю, с кем я встаю и с кем я буду спать в мыслях, в сознании. Вот интересный такой момент, да. И вот написано, что царь Давид, например, очень занятый человек, у которого было куча проблем, на самом деле, помимо того, что он был богатый человек. И он говорит, что когда он, в одном из пациентов написал, что когда он просыпался, он просыпался в молитве Богу. То есть его был объект поклонения на Бог, даже когда он, ну, ночные стражи, да, когда он пробуждался, он молился Богу. И вот интересно вот проследить, про что я больше всего думаю, что меня побораживает сознание, что меня волнует, да, например. С чем я ложусь спать, с чем я просыпаюсь, на что я готов тратить мои деньги. Это все объект моего поклонения. Хочу я этого рекомендовать. Я могу с этим быть согласен, я могу с этим быть не согласен. Если, например, человек говорит, ну, я не знаю, там, какой-то взять... Вот я знаю люди, которые любят путешествовать, да. И вот у меня был такой человек, ну, таких пару ребят, которые, они постоянно где-то путешествовали. По три, по четыре раза в году там ездили куда-то туда-сюда, там, на моряно. Слушайте, вот вы зайдете к ним просто на Facebook, и вот вы посмотрите, они уже не ездят, потому что они не взяли за ковид на всех этих дел. Но у них постоянные какие-то посты, па-па, па-па, где-то какое-то там море, там, там, то, там все. То есть человек не ездит, физически он находится дома, но в голове у него поклонение продолжается, у него объекты, да. То есть он любит ездить, он любит путешествовать, он об этом думает, он об этом размышляет и так далее, и так далее, и так далее. А вот, например, есть тоже вот люди, которые очень сильно завязаны на технике, да. Да, там, вот они, телефон купил новый, он знает, какие есть, какие цвета, сколько это стоит, он об этом постоянно думает, он в каких-то состоят в кружках, там, ну, то есть это тоже объект поклонения. И вот выходит новый телефон, он готов тот продать, за новую купечность, то есть... Это для кого-то это хобби, ну, в миру, как люди говорят, это называется хобби. Советно это, но объект должен быть, он где-то есть, да, и, и опять же таки, либо это лично, либо это общество. Либо это пульт, либо это диалоги, либо, может быть, даже сам человек, сам для себя пульт поклонения, своя внешность, там, он постоянно, там, селфи, там, себя, там, 50 селфи-мотить. Это болезнь. Не, ну, это правда, он себе поклоняется, он поклоняется своей красоте. Кстати, вот нарцисс, нарциссизм, если вот вы слышали это, ну, говорят, это болезнь, да, но это человек, который, он просто захвачивает своей внешность, он просто только о себе и думает. Вот, это тоже объект поклонения, я сам в себе, да. Когда человек постоянно, он постоянно об этом думает. Вот, смотрите, давайте мы сейчас дальше продвинемся, и мы об этом будем говорить, хорошо? Вот, то есть вот термин, вот, идем дальше. Почему Бог вообще ожидает от человека поклонения себе? Вот интересный вопрос. Именно себе. То есть, смотрите, мы можем поклоняться чему угодно, люди поклоняются чему угодно. Красоте, сексу, там, чему-то другому. Себе. Да, работа, семья, это себе, кто-то может, я не знаю, там, детям поклоняется, у нас детей делает, там, вот, поклонение, ну, я не знаю, ничего угодно. Но почему Бог претендует на центральное место поклонения? Почему Он хочет быть в центре поклонения? Вот как вы думаете? Может, потому что Он наш Творец? Хороший момент, потому что Он наш Творец. Еще, пожалуйста, может, какие-то еще мысли. Это очень, я бы сказал, одна из основополагающих. Основополагающих. Ну, и потому что еще Он отдал себя за нас Сына Своим. За наше спасение. Он заплатил за нас, за нашу свободу от греха. Ну, если уж мы согласились на Его плату и хотим, принимаем, хотим быть спасены, жить по Его правилам, надо и делать по Его правилам дальше. Ага, отлично. Еще, друзья, какие-то версии. Почему Бог ожидает в себе поклонения? Потому что Он нас сотворил для себя по своему образу и подобию. Ага. Чтобы общаться с нами, чтобы мы Его поклонялись и слушались Его, как бы и повиновались. Вот и все. И Он ожидает от этого, как бы, для Него это приятно. Когда мы Его прославляем, поклоняемся Ему, слушаемся, исполняем Его волю. Да, отлично. Спасибо большое. Я даже такой слышал, я даже такой уфрек слышал. Это же надо такой Бог-эгоист, что Он к себе только требует поклонения. Я даже такой слышал уфрек, да? В каком-то смысле, ну, как бы, если так со стороны на это построить, не думаешь, ну, в принципе, может, что-то в этом есть с одной стороны, если нельзя, с другой стороны, да? Вот смотрите, когда ситуация. Вот, например, у нас есть дети, да? Как бы мы отнеслись к тому, чтобы наши дети однажды сказали, мам, пап, ну, а чего вы только одни тут у меня родители? Я вообще хочу, чтобы у меня было много родителей. Он там, дядя, живет в соседнем доме, пусть он мой будет папа. А вот там женщина ходит, я хочу, чтобы она была моя мама, жить у нее дома хочу. Ну, то есть нам, как родителей, я не знаю, как вам, но мне было бы больно об этом думать, что мои дети, ну, я, ну, как бы им недостаточно меня и моей супруги Ани, да? Они хотят еще с кем-то жить, и чтобы кто-то их воспитывал, кроме меня, потому что, ну, я родитель, да? А по сути, как бы, рискуя жизнью и финансами, мы создали этих детей, как бы, и они говорят, да, ну, вы такие же, как и все остальные, вы ничем не лучше не. Ну, то есть тут играет банальная ревность, как бы, да, то есть, и, в принципе, это... И в Библии так и написано, что он ревнует. Да, ну, мы, как родители, мы ревнители тоже, да, или, например, моя жена мне бы сказала, ты знаешь, Сергей, если до таких пушков, как ты помог, как бы, а что ты хочешь, только ты хочешь претендовать на мое внимание, чтобы я кто-то с тобой жил. Ребята, я не знаю, как у вас, говорит, у меня, я бы даже такого бы не хотел даже подумать, как это, это моя жена, как что-то, где-то там, понимаете? Точно так же с мужем, например, а что-то муж будет где-то там шататься по каким-то, извиняюсь, бабам там, понимаешь? И вот, это мой муж, это, мы тут у нас с ним отношения, у нас с ним завет, да, договор как бы есть. Вот, потому даже в семье, как у жена, мы претендуем друг на друга, мы ожидаем этих личных, интимных отношений. Друзья, Бог абсолютно, это, кстати, отношение называется завет, не отношение, а отношение в договоре. Бог точно так же претендует на эксклюзивные отношения с собой, как с Творцом, так и со Спасителем и Судателем. Скажите, давайте откроем один библейский текст, вот ветхозаветный взгляд на поклонение, почему Бог ожидал от народа израильского только себе поклонение. Давайте посмотрим, кто мог бы прочитать этот библейский текст? Он небольшой, но очень содержательный, ветхий заветный. Кто мог бы прочитать этот текст? Я могу прочитать. Хорошо, спасибо, пишем. Люди поклоняются тому, кто их поработил. Будущим, когда твой сын спросит тебя, каков смысл заповеди, установлении законов, которые Господь, наш Бог, повелел вам соблюдать? Скажите ему, мы были рабами фараонов в Египте, но Господь вывел нас из Египта могучей рукой. У нас на глазах Господь наслал знамения и чудеса, великие и страшные на Египет, на фараона и на весь его дом. Но нас Он вывел оттуда, чтобы дать нам землю, которую Он клятвенно обещал нашим отцам. Господь повелел нам исполнять все эти установления и бояться Господа, нашего Бога, чтобы мы всегда преуспевали и смогли сохранить нашу жизнь, как это и есть сегодня. Если мы будем внимательно исполнять все законы перед Господом, нашим Богом, как Он повелел нам, то это и будет нашей праведностью. Спасибо большое. Ну, как бы, про что история? О законе. Вот должны заходить народ израильский сейчас в землю. Про что, о чем здесь говорится? Кто мог бы своими словами пересказать? Второй законе, шестая глава, с 20-го по 25-й стих. Ну, давайте, хорошо, я сейчас немножко перескажу ситуацию. Смотрите, народ израильский 400 лет живет в плену. Они живут рабами, египте. Ну, живут как трава, знаете, то есть у них там есть какая-то своя работа, но их начальником является фараон, он является их господином. Они работают, ну, к службе. И тут такая ситуация, приходит Бог, начинает молиться Богу и кричать, Господи, спаси нас, нас тут угнетают, нас тут убивают, мы тут вообще бесправны, наши дети там топят в этом, в ниле, там и все. Ну, Бог такой посмотрел, говорит, ну, ладно, сжалился, ну, спас он израильский народ, и написано рукой крепкой, превознесенной, выйдут 3 миллиона людей из Египта. Он их освободил, они были вчера рабами, сегодня стали свободными людьми. Ну, и тут такая ситуация, что он из рабства вводит их в землю, дает им города, дает им землю и говорит, «Ребят, с этого момента вы мой народ, мой собственный». Ну, как говорят, Аня – это моя жена, Василий – это Ирины муж. Это, ну, то есть это народ становится Божьей собственностью. То есть, с другими словами, он говорит, «Ребят, с момента, когда вы перестали быть рабами Хараона, вы стали моей собственностью». А это значит… Ты точно не хочешь, у тебя нет варианта. Нет варианта вообще никакого. Либо ты раб Хараона, который издевается над тобой, и тебя тут лупит, короче, со всех сторон, либо ты становишься рабом Божьим. Но тебя никто не трогает, ты живешь на земле. Единственная такая пометочка – ты должен пополняться Богу и исполнять его законы и заповеди. Смотрите, что делает Бог. Он полностью стирает, пытается стереть в памяти израильского народа арабский область жизни в Египте. Он говорит, вы должны разрушить все идолы, вы должны перестать делать то, что вы делали в Египте, следовать законам египетским, у вас наступает новая жизнь, вы должны исполнять закон Божий. Вполне мог бы задаться вопрос, а я не хочу этого делать, мне это не нравится. А, тебе не нравится, тогда возвращайся в Египте. Ну, либо ты в Египте, либо ты в Палестине, у тебя вариантов нет. И он так и говорит, если вы перестанете исполнять закон Моисеева, там, закон Божий, Библию исполняет, да, вы погибнете, вы вернетесь опять в рабство. И так, кстати, и произошло. Потом бобилоняне их основно захватили и поработили, и их забрали с этой земли. Он говорит, мы были рыбами фармонов в Египте, но Господь воюл у нас с Египтом могучей рукой. Друзья, смотрите, начало, вот как бы написано так, люди поклоняются тому, кто их освободил или поработил. Это такое правило, это закон. Все, то так люди живут. В древние времена была какая-то особенная особенность. Вот живет народ, он исполняет законы той земли, которая находится. Приходит завоевать, он приходит, захватывает этот замок и говорит, значит так, ребята, с этого момента вы народ, например, римский народ, римский император, это ваш властелин. Вы должны исполнять римское право. Все. Хочется тебе, не хочется. То есть до момента, пока тебя захватили, ты жил, как хотел. С момента, когда тебя захватили римляне, ты начинаешь жить по римскому закону. И судимый будешь по римскому закону. Все, кто были с этими согласны, их измели. Это такая была ситуация. Это раньше было, но сейчас же по-другому. Да. Теперь смотрите, как работает сейчас ситуация. Вот жил Советский Союз, 12 республик, все жили, как хотели. По советскому законодательству. Наступают времена, какие? Свободы. Типа свободы. Происходит 12 стран. И вот батька Лукашенко говорят, не, мы не Советский Союз уже, у нас Белорусская Республика. Что такое Белорусская Республика? Ну, вы в курсе, да, что такое Белорусская Республика? Мы уже как бы год назад увидели, да? Вот. И он сказал так, а, это раньше были выборы? Это раньше. Выборов теперь не будет. Я теперь похоже на урок. Вот. А, вам не нравится законодательство Белорусское? Все, не вопрос. А ты вышел на митинг, повязали, посадили там фигуру, попили, все. То есть вопрос, а что поменялось? А поменялось то, что раньше был Советский Союз, руководил, да? Партия наша 0-й, а теперь батька руководит. Все. Не, ну извини, я перебью, но люди могут взять и уехать в другую страну. Сейчас свобода в другом. Мы можем путешествовать, куда хотим, Мы можем выбирать. В другую страну. Вот приезжает он в Англию, например. Под законы какой страны попадает? Ну я понимаю, под другой, но все равно человека больше выбора. Там было только два, и его были назад в рабство, а тут больше выбора, больше страны. Но суть в чем вопроса? Все равно попадая на территорию какой-то страны, какого-то, ты попадаешь под закон. Под закон. Ты должен его исполнять. Все, это, ну то есть в современном обществе понятия свободы как таковой не существует. То есть в каком? Она есть, но она как бы такая, знаете, размытая. Потому что люди, у нас много, и как бы все равно, если каждый будет делать, что хочет, это будет балаган, все равно что-то должно управлять. Тогда же Бог создал. Да, все равно верно. Вот, например, поэтому тут суть вопроса. Люди должны исполнять эти законы, где они находятся. Например, кто-то, например, в какой-то стране убил свою жену. И никто даже вообще на это не обращал внимания. Ну, убит себе, убит, да. А еще я убил ее. Ну так, ну все, она мне извинила, сказала. Приезжает он в Англию, начинает ее, так сказать, по законам своей страны. Извините, приезжает полиция, говорит, ребята, извините, тут вам не Африка. Тут такие законы, тебе не нравятся, возвращайся в Африку. А, ты начинаешь обижать женщину, детей, тебя будут преследовать по закону, тебя посадят в результате в тюрьму. Ну, то есть, друзья, тут просто такая вот реальность. Это вот такая. То есть нравится, человеку не нравится. о чем идет речь? Речь идет о том, что все равно человек попадает под закон. Все равно человек попадает под закон той страны, где он находится. Раньше было так. Кто тебя захватил, того ты не должен слушаться. Давайте сейчас перейдем к следующему слайду. А, давайте сейчас еще один момент на этом. Смотрите, смотрите, как здесь обстоит дело. Он говорит, когда твой сын скажет, а какой смысл заповеди и установлений и законов, которые Бог нам победил и соблюдать. То есть, приходит момент, когда дети начинают задавать, о чем мы должны слушаться закону Иисея, о чем мы должны его вообще исполнять. Ну, много же есть хороших законов, которые надо исполнять. Он говорит, потому что Он вас освободил. Поэтому мы должны слушаться Бога. То есть, вот это то, о чем говорила и Люда раньше, и вот Василий говорил о том, что по сути, ну, как бы вы можете жить, как вы хотите, без Бога, но если вы с Богом, вы должны слушаться Бога. Смотрите, поклонение в Ветхом Завете. Как оно выражалось? Выражение поклонения в Ветхом Завете. Кто может, может быть, в вашей версии сказать, как люди поклонялись в Ветхом Завете? Может, кто-то слышал, читал? Как это выражалось? Я не читал в Ветхе Саветии. Шаром, может, еще, может, кто-то хотел... Жертвоприношение. Жертвоприношение. Поклонение, да. Я думала, что жертвоприношение это больше как за грехи. Там разные. за грехи, за благодарство. Богу благодарили, приносили жертвопри. А еще, пожалуйста. Все первородное. Вот как бы то же самое приносилось Господу. Самец, как бы, который там... там в зависимости от ситуации как-то было. Там хлебные приношения были, там много чего там. Хлебные были, немного. На сожжение все давалось, как бы. Ага. Ага. По украински, целопаленье. Я просто читаю украинскую Библию. Сожжение или как? Не помню. Не могу перевести моментально. Ага. Смотрите, точно, абсолютно верно. То есть, смотрите, первое. Поклонение Бетхого Завета было первое строго привязано к географическому месту. То есть, поклонение должно было проходить в храме. Все. Вот это вот место в Иерусалиме это то, которое правильное место для поклонения. Географическое место очень важно было. Многие, кстати, сейчас эту карту пытаются перенести в современную жизнь. Например, говорят, это должно быть храмом, это должно быть хостелем, это должно быть там, не знаю, где там, в Греции, например. Я знаю, греки очень сильно гордятся тем, что они греки, потому что они считают, что правильное православие, оно в Греции должно быть. То есть, это греческое православие, это правильное православие, все с которым не совсем правильно. Ну, вот они так считают, у них так принято, да? А вот. Смотрите, второе. Стротним по предписанию закона Моисея. То есть, буквально до мельчайшей подробности, там, вплоть до передвижения в храме должно было быть строким, оно было вот так как прописано в законе. Как говорят, два притопа, три притопа, молитвы, вот такие, кеснопения, вот такие, все вот так вот четко, вот как пирочка, да? Третье. Строгое исполнение обрятов. То есть, обряд, то есть, я не мог себе от фонаря придумать обряд, вот как мне нравится, да, например. Четкая посоветательность должна была быть, как это делать, как отделять шкуру, как отделять мясо, как сливать кровь, что кропить, что не кропить, в какой день недели, там, как молиться, вместе, раздельно. Вообще, православие, друзья мои, это, друзья мои, просто, вот почитать Легкий Завет, ты просто удивляешься, насколько четко это все было, строгости, да? Плюс, если человек во время передвижения Корчега Завета, вдруг, рукой поправил Завет, его перевозили на бревнах, ему нельзя было трогать руками, там специальные шестые были, и рассказывается одна история в этом Завете, когда человек, был Корчег Завета на корове, там, и вдруг, когда корова немножко пошатнулась и Корчег Завета наклонился, чуть бы не упал, и тут два парня побежали, его поднижать руками и они умерли, они просто умерли, их даже никто не пробовал, потому что надо было на шестах это делать и нельзя было вообще касаться в камне. потом у жертвенник нельзя было делать из тесаных камня, они должны были не оттесаны, если человек оттесывал как камни, то есть если зубило касалось камня, человека надо было предать смерти, то есть представьте, настолько строго и страшно было, то есть очень сильно строгий был закон. Вот, теперь вопрос. Это закон, который Бог передал Моисею для людей, такой строгий. Да, да, потому что, смотрите, что хотел, чего хотел добиться Бог. Бог хотел, Бог хотел, чтобы, вот представьте, ну, давайте такой пример возьмем. Вы берете подростка из интерната, но вы берете домой подростка из интерната. Он порит, он плюет вам на потолок, он пришел в носки и раскидал ко всему Богу, он там не моется там по две недели. Ну, вы как родители, то есть у вас есть порядок дома, у вас свои дети есть дома, вот, как вы бы на это все относились. Вы бы сказали, да ладно, типа, жри, как хочешь, ну, тебя же так в интернате научили. Он пришел там, например, вот у вас борщ стоит, он с половником набрал борщ, попил, с него с половником этот половник борщ поставил, например. не поняли. Вы понимаете, да, он с половником туалет не слил, например. Ну, то есть, и вы такие, да, в нашем доме есть строгие брали, сливать за собой внитаз, он никак не есть, носки, это, мыться каждый день, голову каждый день, короче. И такой другой стороной, человек со стороны посмотрит, говорит, ничего себе, какие вы строгие родители, там еще начинаете его наказывать. Смотрите, вопрос на самом деле, в чем, ну, если взять, вам спросить, а почему вы такие строгие, как к этому парню, мы так плохо, он и так без родителей вырос. Вы будете строгие, почему? Во-первых, потому что вы хотите защитить ваших детей от расклинья, правильно? Почему? Потому что то, что делает этот парень, вот поверьте, пойдет две недели, вы почему делаете все остальные? Вот это просто, это просто закон такой, да? Второй такой момент, вы захотите ребенка воспитать, жить в семье, причем, потому что завтра ему жениться, выходить замуж. Представьте, такой красавец выходит замуж, завтра ему попадает какая-то невеста, да? Что-то там начинает чудить. То есть, вы как-то пытаетесь человеку помочь его научить жить в семье, но первое время это будет очень болезненный процесс, очень болевой для него и для вас. Вот представьте, Бог берет себе четырехсот летнего такого беспризорника, который жил в Египте, по каким-то своим правилам, непонятным, он пытается с этого народ сформулировать, сделать из него народ. И первое время Бог очень жестко, очень ставил жесткие правила, для того, чтобы народ, он начал быть послушным. Точно такой же пример можно привести, например, как объезжает дикого коня. Вот если вы когда-нибудь, вот вы как бы сталкивались с этим, вот бегает по прериям мустам, красивый, красивенный, дикий тоник. Вы берете этого дикого коня, значит, вы говорите, вот классная лошадка, сейчас будет вернуться. Ага. Друзья мои, если на ней не было никогда сегла, она даже раз не допустит себе. Он просто будет себе бегать там по этому, по загону. Поэтому коня надо усмирить. То есть, что делается, как делается, как надо усмирить коня. Одевается на него седло, и наездник на нем ездит до тех пор, и он будет сбрасывать наездника до тех пор, пока он не устанет. Все. Либо вы свалитесь с коня, и себе руку разобьете, либо конь просто устанет, и он просто скажет, все, я сдаюсь. И после этого лошадка начинает бегать по кругу, и исполнять ваших тел. Можно сказать, ну почему так жестоко, это же, ой, я никому ничего плохого не сделал, он всю жизнь бегал по прелиям. Вот. Но с момента, когда он стал как бы собственностью наездника, его начинают приручать, он становится ручным конем. Вот. Поэтому где-то похожий такой проукрас произошел вот с народом израильским. Да, это было жестоко, да, это было грубое правило, а по-другому видно не получалось. Три миллиона людей, надо было как-то их воспитать, их надо было как-то гуздать, их надо было как-то формить в народ. В противном случае как бы ничего не получилось. Кстати, и последний момент хочу сказать, задачей было Бога в том, чтобы через этот народ спустя две с половиной тысячи лет, нет, полторы тысячи лет должен был прийти Иисус Христос. то есть через этот народ должен был явиться Мессия всему миру и надо было как бы этот народ сделать как матерь-роженец для Мессии. Ну, как бы так. Я вот сюда сразу же добавляю, я вот только что вот и сказала про Иисус, а я бы до этого думала. Но Бог же сам сделал таких людей вот зацикленных на правила, да, и потом же эти же люди Иисусу говорили, ну, как ты в субботу делаешь, как бы Иисус нарушал же, да, и у меня тут такой взрыв мозга, ну, зачем? Ну, как бы я понимаю, что, наверное, так должно было быть просто, чтобы вот эти ситуации остались, ну, потому что реально они все делали по правилам. Как бы Бог сам вот этих священников, да, как бы делал, ну, как бы вот эти правила они соблюдали же. И далее, как бы, смотрите, в чем была проблема. Мы немножко не могли остановиться. Когда Бог дал Моисею 692, по идее, он дал как бы закон. Что произошло? В момент, когда пришел Иисус Христос, было три партии. Была партия фарисеев, саддуки и книжников. Значит, кто такие были фарисеи? Это люди, которые в закону Моисея, представьте, вот возьмем закон, да, вот закон Моисея. Смотрите, что делают фарисеи? Они говорят, закон он мало. Надо, как надо вести себя дома, как надо вести себя на работе. Они добавили они добавили столько правил сверху, что когда Иисус Христос, Он говорит, ребята, вот это все, оно не нужно. Это ваше, Он говорит, восстановление человеческое. И смотрите, что делал Иисус, Он провоцировал их, чтобы они слушались то, что дал закон Моисея. Это фарисеи делали. Да. А знаете, что сделали фарисеи? Они говорят, а закон Моисея нам не нужен, у нас вот есть. Вот это все. Вот это нарушение субботы, Он не нарушал субботу. Он нарушал те постановления, которые были записаны не в законе Моисея, а в которых были записаны человеческие правила. И они не готовы были с этим смириться. Как это? Потом Он говорит, вы должны платить десятину от ваших приношений, храм и так далее. Они говорят, мы платим десятину от мяты, от мина, короче, куча десятины. Говорит, ну, о родителях они финансово не заботились. И они говорят, как у них было такое правило? Если ты приносишь финансы в храм, которые приоближали родителям, то ты можешь родителям деньги не давать. И он говорит, вы пренебрегли заповедью тем, чтобы не заботиться финансово родителя в угоду своим правилам. И он говорит, это вообще, это никуда не годится. И вот смотрите, перенесем это на современный лап. Если взять Евангелие и Библию, смотрите, она на самом деле не сильно большая книга. И вот мы сейчас посмотрим, сколько книг добавлено сверху всего. И вот если ты с человеком поговоришь, он Библию вообще может не знать и не исполнять, но зато вот эти предписания, какой праздник, где стоять, куда идти и так далее, и так далее. Там воскресенье стирать нельзя, там, что-то вообще нельзя. Смотрите, друзья, Библия вообще об этом учет, Евангелие не написано. Но это чуть ли не возведено в закон, что это надо вот это делать. Это, похоже, ситуация была с этим. И они, во-первых, не из-за Библии, а из-за постановлений законов человечества. То есть там так было. Друзья, смотрите, вот мы переходим к нашему центральному тексту. Давайте мы сейчас его прочитаем. То есть я сделал такой ветхозаветный ввод, то есть про постановление, про поклонение в ветхом завете. А теперь давайте поговорим, как поклонение видит Иисус Христос в новом завете. Кто может его прочитать этот текст? И мы немножко об этом тоже поразмышляем. Кто еще не может не читал? Я не вижу. А, да? Хорошо. Я без очков. Так. Может, Василий почитает еще раз? Сейчас, секундочку. Картинку немножко в сторону. С удовольствием прочитаю. Итак, Иоанна 4, 19, 24. Отцы наши поклонялись на этой горе в Самарии. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме, храм в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверьте мне, что наступает время, когда и не на сей горе, и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Ага, отлично, спасибо большое. Смотрите, какая ситуация. Это была встреча с самарем возле Канокска. Тоже история такая интересная, она была знаменована тем, что Иисус Христ идет с встречи редкого и нового завета. Такие слова. В то время считалось так, что есть только два места, где можно Богу поклоняться. Самаряне, это полукровки, евреи полукровки, они считали так, что мы поклоняемся в Самаре. Евреи говорили только в Иерусалиме, только в храме, все, больше нигде нельзя. И вот встречаются две точки зрения, где надо поклоняться. Иисус Христ говорит, что до нового завета единственное место поклонения, которое Бог разрешил, это был Иерусалим, храм Иерусалимский. Но наступает время, и уже настало, что можно поклоняться на любом месте. Да? И не... Вот, смотрите, 21 стих. Так, так, вот. Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме поклоняться будут будут отцу. Но наступает время, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе истины. То есть, место перемещается это вот сюда, в душу, в сердце, да, в человеку. Друзья, вот встреча нового ветхого завета. Итак, где центр поклонения Бога? Где он происходит? Где мы поклоняемся Богу? Кто или должны поклоняться Богу? Духи истины, да? Можно даже, нельзя даже говорить в сердце, правда? Ну да. Это больше даже как в дух должен быть. Внутри. Дух истины должен прийти. У нас. Не, ну я думаю, что это вот это дух веры, когда наступает вера, да, и ты уверовал, и после этого как бы идет там эта цепочка, да, когда можно сказать крещение, да, приходит дух святой на тебя, да, и вот тогда ты уже как бы поистине живешь в этом духе. Это ты реально поклоняешься, потому что человек не может понять, в Библии есть такая версия, что дух молится за нас, что он больше знает, что нам надо, да, и на языке Бога. Вот, и вот это для меня так открывается, что вот духи истины, что даже не сердцем, не душою, а именно вот этим духом, который приходит после веры, верования. Вот как-то так я больше это... Скажите, почему Иисус Христос говорит, что надо поклоняться Богу в духе. Здесь в тексте есть подсказка. В тексте есть подсказка. Почему надо поклоняться Богу в духе прежде всего? И каких поклонников ищет себе Бог? Нет, ну, мы уже ответили, который в духе есть. Почему надо в духе поклоняться? Потому что Бог есть дух. Поклонение Богу в духе происходит, потому что сущность Бога, она в духе. Он дух. То есть, он говорит, что вам, ну, как бы, не, это классно, конечно, где я поклоняюсь Богу на определенном месте, да? Но потому что Бог есть дух, то, в принципе, я ему в духе поклоняться должен, да? Но, есть интересный такой момент, а почему в истине? Почему Иисус Христос говорит, поклоняться надо в истине, да? Не только в духе. Какой истины? Если не это Иисус Христос? Да, то есть, есть ложь, есть истина, да? Есть неправильная и правильная. Но он говорит, надо поклоняться истине и в духе, то можно, оказывается, поклоняться не в истине и в духе, правильно? Ну, в этом есть логика какая-либо, То есть, есть не истинное поклонение. То есть, он говорит, я поклоняюсь внутри. Вопрос, а в истине я поклоняюсь, поклонение происходит в истине или заблуждении? Да, давай скажем больше про то, что есть истина. Вот. Вот теперь вам пару вопросов. Почему? Потому что, смотрите, мы сейчас живем в 21 веке и очень много духовных людей. Очень много. То есть, вот вы пройдите по факту, например, кто-то занимается тай-читом, например, кто-то занимается йогой, да, например, вот они пытаются там соединиться там в другом мире, там. Не, но йога больше даже как зарядка, как медитация. Не, не как зарядка, там очень много доброго. Окей. То есть, очень много есть разных таких вот духовных практик, но вопрос, они духовные практики, то есть, они происходят в духовной плоскости, да, они внутри происходят, там, медитация происходит, вопрос. Но тут Христос, смотрите, на чем делает акцент, он делает в духе и истины, потому что может быть не истинное поклонение, оно может сопровождаться не истинным вот движением, да. Смотрите, что и какой я сделал, какое заключение. У нас еще просто один замечательный из текста, поэтому маленький, короче, это практически должно быть. Не на физическом месте происходит это в духе, прежде всего поклонение происходит внутри человека, то есть, мы духовные существа, Бог духовное существо, происходит духовное слияние в духовном духе, и оно так и должно происходить. Второе, Божья природа духовная, поэтому поклоняющиеся должны поклоняться в духе. Бог есть истина, поэтому поклонение должно быть в истине. То есть, вот, а что такое истина, как бы? Чтобы, друзья мои, чтобы правильно поклоняться Богу, чтобы правильно поклоняться Богу, надо знать истину. Без истины мы не сможем это сделать правильно. Ну, давай уже не тяни резину, давай покатывай, что... Теперь смотрите, интересный момент. Про истину хотел сказать. Да, давай. Про истину, да. Вот Христос говорит, я есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Друзья мои, кто такой истина? Кто, да? Это странно. Кто есть истина? Ну, окей, Иисус Христос, но как поклоняться Иисусе Христе? Как поклоняться в Нем? Ну, вот как это физически делать? Как оно должно... Мне картинку надо представить. Это хорошая у вас, да? Я думаю, что есть по сути, если ты это понимаешь, значит, ты веришь, как ты истина. Ну, окей, извини, я вот, например, я веровала. Все. Могу я просто сказать, Иисус Христос благословил, и ушла, и делаю, что хочу, ну, например. Ну, вот им физические дела практически. Это называется форма поклонения. Какая должна быть форма поклонения? Мы сейчас говорим, центр поклонения это Мое естество внутреннее, да? А как это надо? Истиннее, потому что я могу не в истине это делать вдалеке от Бога, да? Вы смотрите, Иисус Христос говорит, Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к отцу, как только через Меня. Вне Христа нет истинного поклонения, друзья. Можно сказать, я просто цитирую то, что говорит Библия. Следующий, четвертый момент. Бог ищет себе таких поклонников, и только такие Немогуты, друзья. Можно сказать, все путеведут Богу, все путеведут Богу. Нет, не все путеведут Богу, не все путеведут Богу. Христос говорит четко, Он выстраивает правильно вектор направления, Он говорит, ребята, Бог есть Дух и поклоняющийся, но важно поклоняться в Духе истинной во всяком месте. Христос говорит, Я есть путь истинная жизнь, никто не приходит к отцу, как только через Меня. Он есть истинный. Только во Христе можно это произвести. Смотрите, с какой проблемой столкнулась церковь Каринфия? Каринфская церковь, спустя 25 лет апостол Павел пишет церкви письмо. И он пишет и подтверждает, в чем была проблема Каринфской церкви. Это уже фактический вопрос, поэтому я понимаю. В чем была проблема Каринфской церкви? Они находились в городе Каринф, это большой торговый город, где было очень много культов поклонений Астарте, всяким греческим богам. Это вообще полиантоизм, он просто там кишился. Была храмовая проституция, приносили жертву мясо, потом оно отдавалось в еду там на рынке. Были такие, например, такой храм Артемиды, где, насколько я помню, да, короче, не, не помню, короче, какой-то был храм, когда проходило культе поклонения, то женщины, там, около тысячи храмовых проституток было, после, значит, этого всего действия они выбегали на улицу, и вот в этот праздник происходило такое безобразие, и на самом деле вот такая была сфера, в которой находилась церковь, причем многие уверовавшие христиане вчера были этим заниматься, и это не уверовавшие, и многие как бы продолжили этим заниматься, и вот такой совпадет, пишет письмо, буквально он так пишет, говорит, ребята, а что вы вообще делаете, и вот, и вот послание коринфянам, вот он, я вот буквально один прочитаю текст, шестой главен говорит, вообще, он вообще говорит, ребята, как это вы можете снова иметь отношение с блудницами, с проститутками, при этом называя себя христианами и детьми Божьими, и он подводит это к чему, он говорит, не знаете ли, что тела ваши, по сути, это храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете, вы от Бога, вы не свои, с момента, когда я принял Иисуса Христа Спасителя, заплачила цена искупления, с этого момента я себе не принадлежу, я Божие творение, я куплю, написано в дорогой цене, он говорит, вы не свои, вы куплены дорогой ценой, а какую цену заплатили за вас за спасение, это какая цена заплачена, цена Иисуса Христа, жертвы Христа, поэтому поклоняйтесь, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые судьбожны. То есть, если за меня заплачена цена, то с этого момента я не живу, как я хочу, как мне нравится. С этого момента я делаю то, что от меня ожидает Бог. И почему? Потому что Дух Святой теперь живет во мне, я храм Святого Духа. Я не могу этот храм просто использовать так, как мне хочется. суть поклонения в том, что я храм Божий, я храм Духа Святого, во мне Дух Святой, я куплен дорогой ценой, я должен прославлять Бога не только в душе своей, которая судьбожья, но и в теле сколько. То есть, я даже должен наблюдать за теми, как я это делаю в теле. Может быть, у кого-то есть комментарий на этот счет по 1 Коринфеону, то есть, он говорит, участвовать в храмовой проституции, в храмовом поклонении, это вообще неприемлемо для человека, который купил дорогой ценой. Если доложительное мясо, это вообще неприемлемо, например, если человек, он в это вкладывает духовное значение. То есть, ваша прошлая жизнь, она уже в прошлом, новая жизнь, она должна настроиться на том, как Бог вообще вот ее задумал, на хорошем проплате. Нужно ли вопрос, нужно ли брать, вот так специально анализировать свою жизнь до уверования и после уверования и прям под вопрос, вот это хорошо-плохо, 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 вот так прям четко проанализировать, чтобы не было, знаешь, каких-то вот таких привычек. Ну да, как бы ты как бы как ты раньше музыку слушал, и тебе казалось, это нормально, потому что никто не сказал, что нужно это менять, да? Учитывая то, что вот, например, я сейчас вот это слушаю, нужно ли мне сейчас, например, вот специально пересмотреть, угодно ли это Богу, прям смотреть хорошо, как Дух реагирует, как вот, что Бог отвечает. Отличный вопрос, Людочка задала великолепный вопрос, я считаю, смотрите, в Библии написано так, что Иисус Иисус говорит, что вы получите Духа, который святого, который вас научит Сиус. Смотрите, самое великолепное, что у нас есть на сегодняшний момент, человек, который приходит к Богу, он получает святую любовь, Бог живет в нашем сердце. Самое правильное, наверное, будет сделать, это не просто взять Библию, например, верные руки и сказать, вот это тут так, это так. Наверное, я бы, наверное, начал бы с того, что просто Богу бы спросил, Господи, что в моей жизни осталось, что тебя отвечает, что я практикую, и оно не приносит тебе славу, оно тебя не радует. Укажи мне, покажи мне, открой мне это, Духом Святым. И вот вы заметите, вот смотрите, начнет происходить интересные вещи. Духа Дмитрия, вы будете замечать, что что-то, что вы делаете, оно, вот внутреннее, оно вам не принадлежит, что-то, вот какой-то внутренний конфликт происходит. Дух Себе начнет на это указывать. И самое главное, если вы хотите, чтобы быть родимым с этим Духом, послушаться Бога и исправить этот момент в своей жизни и предназначить Бога. Да, например, то есть, смотрите, наши котенки, да, они все равно останутся, но если Бог в это не уходит, вот это указывает, как говорит Сережа, обратим на вот это внимание, это Богу не вопросов, это Бога огорчает. Я могу сказать, да нет, это все нормально, это так, не рабочий жилье, расслабиться. Не-не-не, надо на это обратить внимание. Но вдруг я однажды начинаю думать, а, да, точно, надо с этим что-то делать. То есть, надо молиться, и надо обращать внимание, на что Бог указывает. Еще один. Насчет поклонения формы, вот я поклоняюсь, как бы, вся моя жизнь уже с уморочной поклонением, можно такой выбор сделать. Но, нужна ли какая-то специальная форма, например, один раз в день, два раза в день, три раза в день, вот прям, спокойная атмосфера, или это может быть шумная атмосфера. Ну, я вот прям так, до мелочей, но прям мне интересно. Вот есть какие-то в этом нюансы, да, или все-таки это может быть, как бы, все, я уже вся больше, и все, что я не делаю, любой вариант, все равно все, все, мне прям нравится Богу. Вот, 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 вот такие вот смелочи. Юлочка, спасибо, отличный вопрос. Смотрите, я думаю, что есть два момента, которые, три момента, которые надо учитывать. Момент первый, это, где центр поклонения? Мы уже поняли, я, правила, святого. Второй, какие должны быть элементы поклонения? Элементы, да? Как вы думаете, какие должны быть элементы поклонения? Вот я поклоняюсь, вот, какие включают элементы поклонения моего каждодневного отношения с Богом? Благодарность. Да, то есть, я поклоняюсь Бога, Богу, в том, что я Его познаю, да, я больше хочу узнать о Боге через Библию, через Святой Писание, да? Какие еще есть элементы поклонения, которые должны у нас присутствовать? Проект молитва? Благодарность. Благодарность. Абсолютно верно. Какие еще элементы? А почему? Потому что сказал Иисус, да, там это надо? Ну вот откуда мы берем, что это? Даже это не так. Сказали, что это? Да, свидетельствовать, это поделиться благовыми с другими, это тоже элемент поклонения. Друзья, друзья, очень. Покажите, мы сейчас заканчиваем уже, не переживайте. Скоро будет. Не, 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 смотрите, еще элемент поклонения, это песнопение, я, песни, стихотворение, песнопение, прославление Бога. Особенно, когда Бога. Вот, Анечка, вот ты классно сказал момент, я даже с тебя вспомнил, когда мне очень было, как, знаете, Кушкин, стрибутся на, на, на душе, я начинаю пить. Вот серьезно. Просто, включая музыку, я просто пою, потому что, все, вот надо этот негатив, ему надо, отдать Богу просто, да, молитва, потом молчание, я могу молчать перед Богом, да, то есть это момент, когда я стараюсь в тишине побыть, просто услышать Бога, когда, причем это может быть раннее утро, когда еще все спят. Вот Анечка у меня любит, это вообще равно просыпаться там. А я ранее вообще не могу, не могу, не соображаюсь. Смотрите, элемент поклонения, это служение другим. Нет, точно. Вы согласны? Служение другим. Да. Я служу другим другим. Так Иисус говорит, да. Потом, элемент поклонения, я служу своим даром. Думаю. Вот я сейчас, например, поклоняюсь Богу тем, что я служу своим даром, я проповедиваю данную. Все подходит. Да. Смотрите, теперь форма поклонения. Форма, это как я, форма поклонения, это как я отправляю, это поклонение. То есть, это то, что ты говоришь, Илочка, я могу это делать не с те, с другими, это мы делаем общественное поклонение общее, как сейчас, и мы это делаем индивидуально в нашем личном отношении. Это форма. Это может быть внутреннее, не обязательно всегда. Ну, делай поцелу, повторяю, например, бывает такой момент, когда ты хочешь молитвы лечь, распростешься, это форма поклонения. Нет, ну, например, бывает момент, что я мою посуду, «О, Боже, помоги, там, я могу это сделать», «Я могу это сделать, я могу это сделать, сделать наколение». То есть, то, как меня Господь в этот момент побуждает, это понял, да? Вот мы, например, собрались вместе, вместе, наша форма поклонения какая? Мы читаем писание, мы поем, мы общаемся, мы молимся вместе, отдельно, да? То есть, это форма. В общем, вот такое. Друзья, я думаю, что мы будем сейчас потихонечку заканчивать. у нас просто дети вернулись сейчас в стране, с именем рождения. У меня есть предложение сейчас спеть песню, все вместе. Форма поклонения в общем пении, если вы не возражаете. Но перед тем, как мы споем, у меня такой вопрос, какой один принцип вы бы хотели применить в своей жизни или на любую силу? Один момент, один элемент, который вы узнали или вы напомнили себе, что хотелось изменить, применить? Напоминать себе, что я храм Божий, я куплена дорогой ценой. И чтобы это было, ну, как бы, в духе истины молиться, да, жить в духе истины. Но чтобы оценить себя, что я храм Божий и относиться к себе, к своему телу, вот правильно, к своим делам. Больше. Супер, спасибо большое. Людочка. Кто еще хотел бы, может быть, Василий, Ирина, Анечка, Виталик, поделиться один, один принцип. Что я буду делать? Тоже, что и Люда сказала, вот, напоминать себе, что я храм Божий, вот, и поклоняться Господу, вот, через прославление, через молитву. Вот, не устал напомнить об этом. Кстати, вот, вы знаете, это все меняет. Например, ну, например, вот, хочешь что-то сделать плохое, или посалкивай, да, другие сделают что-то плохое. И тебе такой, что, ты шрам Буха Святого, каким-то, ну, одеть какой-то балакон, вы будете там взять эту, как-нибудь, тыкву там, стык, представляете, так, программ Буха Святого, нахресты, да, вот так, плохое видение. Ну, то есть, это может много менять, да, все. Еще, друзья, какие еще предложения, что я буду делать? Ну, скажи, попробуй. Я все из этого делаю, кроме чтения Библии. на постоянной основе. Я, ты знаешь, я вот просто, у меня вот такой, я не хочу читать. Потому что я уже настолько, я говорю, я прямо ложусь, я говорю, бог, я в тебя больше не верю, потому что моя жизнь такая фигня. И все равно я молюсь, когда что-то случается, я себя ловлю на мысль, что я к нему обращаюсь, благодарю его, все это, песни пою, все вот, ну, как бы очень много. Ну, сейчас просто я сейчас сижу, и я понимаю, что я настолько себя загнала, что я даже просто в ванной полежать не буду. То есть, я для себя ничего не сделаю. Я так много работаю, что я, ну, сама не отдыхаю. Просто физически даже выспаться, то есть, я там не засыпаю, еще что-то. и вот эти вот как бы чисто о себе позаботиться. Вот даже вот такое у меня сейчас, не знаю. Это, кстати, я где-то такое слышал, что кому-то даже посоветовали, что храму надо открыть. Да-да-да. Вы представляете, когда через храм постоянно такой, ву-у-у-у-у, там толпы проходят, и такой, друзья, извините, храм надо закрыть, надо же храму. Ну, я даже, я даже после этого скажу, у меня бывают такие моменты, из-за того, что у меня постоянные люди, звонки там, у меня бывают моменты, когда я чувствую, ребята, я реально управляю, короче, все, надо остановиться, все, стоп, стоп, машина, иначе просто можно, ну, постоянно тебя, вот мне даже сегодня, я собираюсь писать на встречу, мне звонят, я приду, пол пятого, там надо бы решать вопрос, помещением сюда. Я говорю, нет, я не буду решать эти вопросы, у меня сейчас сообщение, я говорю, давай завтра, ну, там надо, в одной церкви, там ребята ищут помещение, одна испанская церковь, и меня просили помочь, там, с поиском помещения, сейчас пол пятого, я говорю, нет, я не могу, мне надо оставлять стулья, вот, и надо, иногда говорить, нет, потому что просто взрыв мозга, у меня та же самая ситуация, я вот даже Богу благодарна, вот эта неделя, за то, что вот был один рождень, и как-то так все пошло, я вообще толком не учил, вообще не делал, но я скажу, я не переживаю, я прям почувствовала, вот, вот четверг, я вообще так сильно отпустила, я знаю, что у меня опять хвост, но я уверена, что я догоню, просто мне понравилось состояние, вот это, какое-то такое мозговое, полностью, я вообще мало кому звоню, мне прям, мне прям понравилось, вот это полное расслабление мозга, вот, я разрешила себе, вот прям взять, вот, надо брать, когда чувствуешь, что надо брать, надо брать. вот взять пятницу, да, вот молитвенное обжение, я чувствую, что, если сделать прошлую пятницу, которая пришла, это не потому, что хочешь, а потому, что надо, я думаю, я не хочу делать, потому, что надо, и вот я даже Людочке написал, мы, наверное, пятницу не будем, потому, что у меня же такая муденькая, вообще, я не чувствую, что я не могу, я просто сдулся, а вот уже в следующую пятницу, вот вы мне спрашиваете, Сергей, соберемся для молитвы, да, соберемся, я уже хочу, чтобы вы собрались, помолились, но уже чувствуется, будто не хочется молиться, да, поэтому очень важно, такой момент, чувствовать этот раланс, между тем, что надо, и что действительно побуждение Бога, хотя иногда, иногда надо, делать, потому, что надо. Еще, друзья, будем молиться, ой, будем сейчас петь песню, или еще кто-то что-то хотел сказать. Друзья, давайте споем песню, помолимся.